так я знаю что вы с вами проходили визуализацию данных поэтому какую часть я буду пробегать например квартет ans комбо вы мне кажется прошли точнее вы прошли не квартет ans комбо дата заурус и возможно увидели какие-то такие картинки вот до такого мы как раз не дошли буквально на границе оставились мы не говорим что типа это будет на следующей лекции если я правильно помню ребят поправьте может быть у меня что-то уже динозаврика мы видели как пример мы воспроизводили визуализацию там из статьи с разными функциями через ggplot да 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 вот мне про это сказал ну да давай не сказал в конце чуть-чуть было все по моему ну ладно тогда давайте я расскажу эту часть она в целом прекрасно для истории 1973 году такой чувак которого зовут омском написал такую статью которая содержала на самом деле это была статья про такой датасет там были значения там было четыре дата сета соответственно здесь айди это наблюдение дата сета это первый датсет второй датсет третий датсет и четвертый и значение x и y и соответственно мы там можем их вот так вот таблички полистать ничего там интересного не будет в смысле ну там сложно что-то увидеть чего мы можем сделать это мы можем сказать давайте сгруппируем по датасету и сделаем summary и посчитаем среднее по x у средние по y стандартное отклонение по x у стандартное отклонение по y коэффициент корреляции мне кажется что возможно вы не знаете что такое коэффициент корреляции но сейчас это ну не очень важно и количество наблюдений но я так по фану это сделал ну чтобы показать что там одинаковое количество наблюдений и если мы потом округлимся до двух знаков после запятой то окажется что эти все датсета идентичны да у нас четыре дата сета поэтому все у них средний у них 9 по средней по y у 7 с половиной стандартное отклонение такое сикое корреляции количество наблюдений 11 и если мы нарисуем то мы увидим что на самом деле там совсем друг ну совсем разная картина то есть как бы структура этих данных она очень разная и вот на этом месте все должны содрогнуться разницы ну что мы здесь видим здесь мы видим какую-то синюю линию тоже можете игнорировать можете нет она просто вот как бы но такая средняя по данным так скажем если не можно и так воспринимать и идея такая что она в первом наблюдении все просто раскидана вокруг этой вот регрессионной линии во втором датсете какая-то явно нелинейная связь в третьем датсете вроде действительно какая-то линия очень похожа на нашу но есть аутлайер а в четвертом там вообще какой-то кто-то нашалил и там вообще все одинаковое значение только один аутлайер все делает и но таким образом получается что просто вот на писательную статистику полагаться нельзя нужно визуализировать данные вот собственно вот но кажется что 11 наблюдения это мало поэтому в 2017 году люди написали примерно следующее вот вам то есть они тоже составили такой датсет вы можете его скачать тоже типа вот такой датасет у него есть название разные то есть вот тут разные датсеты и там как бы идея примерно такая что мы можем сделать то же самое и там будет все время одинаковое значение среднего икса и у стандартное отклонение корреляции так далее но выглядит все вот как то вот так вот и прикол этой статьи был нет но пафос этой статьи был не в том что но у тебя ребят визуализируется данные если вы еще не прочитали статью анскомба 74 года а пафос был примерно такой они говорили следующее дайте нам картинку и мы сделаем вам дочек который напоминает эту картинку который будет соответствовать ну вот тем описательным статистикам которые мы хотели то есть при большом желании можно то есть написана программа которая генерит данных с определенными параметрами статистики вот так что имеет смысл смотреть на то что у вас данных и не только полагаться то есть просто полагаться на какие-то вот описательные статистики это вот не очень хорошо вот такая вот идея вот и дальше начинать основу gplot и в каком смысле вы должны быть с ними знакомы gplot это очень одной такой стандарт для создания графиков есть него cheat sheet который вы можете посмотреть но и соответственно такой pdf файл в котором какие-то основы gplot и написаны в сжатом формате gplot еще полезен тем что для него написано масса расширения они очень классные и мы можем интересно а почему это происходит так похоже кто-то купил это что-то произошло странное похоже кто-то купил этот домен и засунул туда не то что нужно ты интересный результат смешно похоже кто-то купил домен который соответствует отлично а почему так происходит вау давайте попробуем тогда сделать так он видимо переехал и старый купили офигенно интересно ну ладно это было познавательно в общем вот есть куча расширений и они делают самые разные вещи то есть расширение которое позволяет анимировать картинки есть расширение которое позволяет делать очень сложную описательность 5 но как бы совмещать в графике описательную статистику и сравнивать графики между собой есть штука которая позволяет их как-то совмещать есть штука которая позволяет делать такого рода графики сякого рода графики для графов есть отдельное приложение вот это очень классная штука на самом деле но неважно то есть в общем очень много разных расширений и это на самом деле очень большая сила ggplot потому что много людей просто взяли и как бы сделали такую штуку а вот это все круто я не видел такую то есть получается видите это тот это точки и функция плотности и дальше у вас есть это и другое как бы красиво в общем вот такого рода вещи то есть там можно их листать там ну там очень много разных разных приложений видимо можно листать бесконечно но вот они закончились но там по есть еще всякие неофициальные и вот их то есть это сирен он ли то есть те которые попали на сирен а есть еще те которые не попали на сирен и там тоже их может быть больше уау вот это вообще офигенно полезно читать лекции узнаешь про такие интересные пакеты а там какие есть животные интересны боже это офигенно я прожил так ну вообщем вот ну или всякие странные вещи например не знаю кому что понадобится вот такой пакет который что-нибудь вставляет вставляет какие-то картинки в вашу гистограмму вот а вот это я знаю вот про вот это я знал это для разных но визуализации разных частей мозга там такая кара сякая кора всякие такие вещи вот это тоже крутой пакет но не знаю его используют люди или нет но в общем он тоже классный вот в общем вот придумали ой вот опять какая-то штука про человек в общем очень много полезного познаете про то что такое есть ну вот разные разрезы разные эти самые увидите какие-то части только я что-то не понимаю если там ствол таламус и прочие всякие штуки но я видимо просто не помню наизусть настроение я бы ожидал здесь что-то ну ладно неважно в общем вот куча всего люди придумали и все для джиплота надо надо не забыть поменять ссылку чтобы у вас была какая-то более прикольная вот и дальше начинается основы джиплота которые у вас уже были то есть вы берете говорите джиплот дальше вы говорите дэйта и дальше датасет и дальше вы используете аэстетик в котором по оси но говорить что у вас по оси x что по оси игрек делать джонпойнт и опля у вас есть новый ваш первый график но на самом деле не первый потому что вы все время этим занимались прошлый раз вот то что мне важно я хочу сказать что я буду использовать немножко другую стратегию я буду писать вот так вот даймонд pipe дальше джиплота эстетик и так далее я это делал потому что тогда почему так удобнее потому что если я делаю так дэйта даймонд аэстетик и что такое он мне ничего не подсказывает мне нужно как бы наизусть помнить какие там переменные в в датасете а если я делаю вот так вот то он мне по будет авто заполнять то есть я беру карат и он мне уже предлагает карат прайс и вот и поэтому я очень люблю делать вот так поэтому всюду в моих в моих материалах вы увидите вот то что я делаю вот такую что кажется что это излишество но она вот мне мне так удобнее поэтому то есть это не обязательно вы можете делать как вам вздуматься но вот я буду делать так так что не пугайтесь это не потому что я большой любитель пайпов но вот на самом деле я большой любитель пайпов вот просто не так удобнее есть ли вопросы соуфа нет нету хорошо 1 я как бы устно как бы у себя в голове предполагая бегу по вот этой части потому что я предполагаю что у вас это было поэтому если у вас чего-то не было то лучше меня остановить и сказать у нас этого не было можно здесь не бежать я ничего прям нового нет если все было единственное что мы правда как-то практически цене отрабатывали просто смотрели что бывает повторяли разбирали всякие команды ну вот через какое-то время мы я быстренько напомню про слои по моим дальше уже у вас будет первые домашние первые господи не домашние первое задание ладно но не скоро похоже я хочу вам сказать очень много всего не там был где задание просто она потерялась в общем слов слои то есть вы можете использовать разные команды для того чтобы делать одни и те же разные формы то есть есть джон point и есть джон смуф и вы можете их ставить один поверх другого если вы поменяете местами то точки заслонят наш джон смуф и поэтому все идет по слоям аист этик это место где нужно вставить значение ну собственно как у вас какие-то штуки из вашего дата дата фрейма которым который вы туда запихиваете будут расположены на графике и какие значения какие возможные категории они принимают то есть например вы можете раскрасить по какой-то переменной вашем дата сайте или подобрать шейп но при этом как бы вот это вот тоже самое значение меркала можно использовать и в самом вне аэстетик да например вот здесь вот и так но это будет означать что оно применяется ко всем объектам в данный ну данного джиома то есть мы рисуем точки в результате все раскрасится в зеленый потому что мы пишем color равно green а не color равно какая-то переменная из diamonds ну вот соответственно можно раскрасить какой-нибудь другой пример например по огранке а вы знаете вообще-то датсет или я так с бухты барахты на вас это нет не знаю но я предполагаю что он встроенный да да это встроенный с этого можем сделать вот так вот там есть такие переменные как цена количество карат огранка цвет камня видимо да то есть это реально про про бриллианты дает это действительно про бриллианты а какая-то ты-то я не разбираюсь конечно в бриллиантах чистота камня в общем не знаю мутность что ли вот это была какая-то история да 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 чем более чистый тем дороже в общем вот и соответственно параметры но собственно размер по оси x по оси y по оси z вот мы дальше я просто использую этот датсет чтобы чем-то рисовать там очень много наблюдений прям очень много что-то не вижу 53 тысячи наблюдений по вот они даже хотели меня обмануть они пишут almost почти 54 тысячи бриллиантов тут показано ну вот можем раскрасить по огранке и вот вот это вот вот этот пример показывает что вот аэстетик он может быть ну можно до специфицировать аэстетик внутри какого-то джоума это имеет смысл если у вас несколько джоумов и вы не хотите например чтобы чтобы вас один джоум содержал какой-то вот например раскраску по какой-то перемены а другой джоум нет то есть например представьте себе что я хочу сделать использовать этот джоум смут да ну например вот так вот джоум смут и тогда у нас будет одна синяя линия на весь график если же я возьму и вот этот вот color equal cut поставлю внутрь аэстетик то тогда у меня будет раскрашен и джоум поэт но и джоум смут тоже то есть видите теперь у меня есть пять линий для каждой из них поэтому если я хочу вот так вот специфицировать только но чтобы разными цветами например был только только точки а линия была одна общая то тогда вот мне нужно разнести вот это эстетик по разным штук по разным джоумом вот все бывает джоум дальше еду просто по разному что тут бывает 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 цвет бывает форма это какие-то встроенные можно все это изменить бывают лейбл то есть можно использовать не джоум поэнда джоум текст и тогда у вас качестве точки будет просто какая-то буква это имеет смысл в качестве потому что мы при помощи букв обозначаются цвета но цвет камня кроме того есть джоум лейбл который позволяет сейчас я сделал какой-то сэмпл первых 100 наблюдений но потому что здесь очень много если я нарисую просто они будут на друг на друга наслаиваться это будет некрасиво поэтому я решил сделать вот так вот это все еще некрасиво но если мы будем использовать пакет 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 джоум то тогда там есть функция джоум текст реппл которая будет вот автоматически разносить вот эти вот штуки относительно наших точек при этом точки не видны поэтому их нужно добавить и вот теперь если мы вот так вот сделаем то есть вот у меня с джоум текст реппл есть джоум поэнд и теперь если мы посмотрим вы увидите что видимо здесь типа очень много точек какие-то он не рисует потому что они слишком плотно какие-то лейбл он нарисовал здесь вот и иногда он рисует такие линии это очень полезная штука и возможно ниже там сейчас будет какой-то какой-то пример как это полезно использовать ну естественно это все можно окрасить использовать параметр альфа для прозрачности ну вот и последний кусочек это оформление перед тем как у вас будет какое-то ваше первое задание это то что есть такая функция которая называется labs и дальше в него можно впихивать чего вам вздумается икс равно вес это подпись по оси x игрек равно цена в долларах да это подпись цены вот здесь вот тарелл это заголовок сабтайдл это подзаголовок caption это такая штука вот здесь вот внизу вот ну и дальше я например предлагаю использовать фима такая функция которая позволяет изменять то что уже нарисовано то есть после того как у вас уже все джо ума отобразились можно при помощи фильм взять и взять и ну что-то нарисовал но что-то изменить уже в имеющейся графике данном случае меняя просто позицию позицию легенды теперь она вот так вот красиво внизу вот сейчас то хоть уже последние сейчас да нет а вот задание смотрите осталось чуть-чуть в общем есть такой картинка xkcd которая показывает что если не использовать логарифмические шкалы то жизнь становится очень тяжелой поэтому если у вас есть маленькие значения и какие-то большие значения то логарифмические шкалы могут позволить сделать так чтобы у вас все не выглядело так как будто бы у вас там одно большое значение все остального не видно для примера я использую частотный словарь и рисую график ну сам 150 частотных слов на основании то есть я беру говорю отсортируй пожалуйста по частоте сделай айди который называется от от 1 до n то есть это вот просто будет 1 и самый частотный 2 по частотности 3 по частотности и так далее то есть вот эта вот штука отвечает за вот этот айди который у нас теперь по оси x потом я беру первые 150 значений и потом я их рисую ну и здесь еще как-то нормально все то есть видно что происходит вот здесь вот однако но часто бывает такая ситуация что вас просто будет может так случиться что у вас будет первые две точки видны остальные просто будут у вас вот так вот в нуле висеть вот так вот потому что там слишком маленькие значения то здесь это пример не очень удачный для этого но в целом подойдет мы можем подобрать к нему джоом текст рэпл и логарифмировать логарифмирование позволяет вот этим точкам подъехать чуть-чуть вверх и теперь у нас вот здесь вот изменилась только ось y то есть у нас здесь в ось y тысяча три тысячи десять тысяч и тридцать тысяч то есть у нас в одном шаге теперь не какой-то линейное изменение а логарифмическая шкала при этом сами данные не поменялись просто их отображение поменялось это конечно все еще не самый прекрасный график на свете я вам скажу честно но в общем через какое-то время если его можно его лучше чтобы он выглядел приличнее вот при этом надо сказать что есть скейл вай лог 10 есть скейл x лог 10 и возможно есть просто скейл нет есть только x и y вот так что вы можете таким образом от логарифмировать наше значение и вот теперь уже последнее перед заданием штука это то что можно при помощи она ты добавить чего-нибудь чего не было в нашем дата сете если вам нужно какой-то отдельный джоом добавить который будет например ну или точки выделить или что-нибудь подписать то вот это можно делать при помощи она то ведь она то есть имеет первый аргумент джоом а дальше будут какие-то аргументы вот этого джоом например джоом рект имеет аргумент x-min x-max y-min y-max цвет заполнения и прозрачность а джоом текст мы с вами уже обсудили ему нужен только x и y и дальше вот я пишу аргумент лейбл помогите я в розовом квадратике вот и на этом месте можно как бы был ли что-то вот сейчас я считаю что должно быть что-то новое что чего вы не видели раньше правда же да правда довольно много всего он нет слишком много наверно да нет нормально нормально много вы меня утешаете в общем смотрите что важного важно мне кажется джоом текст рэппл и джоом лейбл рэппл вот это важная функция и она та это важная функция вот это из того что вы возможно не видели ну что же давайте тогда сделаем первое задание вам нужно скачать вот этот датасет и чем с ним сделать у вас откроется вот такая штука вы можете просто есть контрол с и он у вас спросит куда это сохранить а возможно вы можете даже никуда не сохранять а просто скачивать просто сдать считать вот эту ссылку и она у вас тогда будет работать кто победит пишите в чат 1 а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Нет, ребята, вы ломаете систему Ничего страшного, я переживу это Естественно, я считаю, что это супер простое задание Поэтому те, кто хотели его сделать, наверное, его уже сделали Есть ли люди, которые забыли написать один в чат? Есть ли люди, которые почему-то не справились, но очень хотят справиться? Есть ли люди, которые хотят посмотреть, как бы я это делал? Да Да? Странно В общем, это делается очень просто Сейчас вы вроде видите мой экран, правда же? Да Делается это примерно так Мститывается В общем, для ленивых можно поставить pipe дальше и сказать ggplot, aesthetic Посмотреть, какие там переменные x, y плюс jump point Теперь вы видите, как я корявым почерком написал dh А, может быть, кто-то не догадался, что это, в общем, будет Что я хотел В общем, вот Мне кажется, это можно сделать так Если очень хотите Но при большом желании можно сделать вот так И убрать этот pipe И сказать Вот так вот Тогда он у вас будет Так немножко честнее Потому что тогда он вам будет подсказывать и все такое Вот Тогда мы вроде с вами справились с этим заданием Давайте поедем дальше Дальше идут столбчатые диаграммы И для этого я предлагаю посмотреть на А, вау, это классный датасет Датасет, который называется Misspelling Про то, как неправильно проспилировали какого-нибудь Какого-нибудь персонажа Например, есть Де Шанель И вот ей, бедняжки, ее чаще пишут вот так А, это правильное написание Так что здесь она не бедняжка Но ее пишут вот так вот Что выглядит немножко больше по-французски Некоторые добавляют 2N Некоторые пишут действительно по-французски В общем, вот Куча разных вариантов Дальше там через какое-то время Когда надоедает Де Шанель заканчивается И начинается кто-нибудь еще Ну так, черт Ну вот, например Какой-то там Reset Я даже не знаю, кто это Можем узнать Ну вот, видимо, вот этот человек Какая-то музыкантка Ну, в общем, вот Соответственно, тут собрано Какое-то количество таких штук И мы можем посмотреть Вообще, кого, чего, сколько Тут написано, что переменная Вот это действительно важно Переменная спеллинг агрегирована То есть для каждого значения Представлено одно значение В столбце count Которое обозначает количество Каждого из написаний То есть, например, у нас есть Как правильно Да У нас есть То, как написали И сколько раз такое случилось Поэтому для каждого написания У нас один В каждом написании встречается Один раз Наши таблицы Вот Ну и мы можем Всякие штуки с ними поделать Во-первых, я делаю Что? Я беру первые 20 строчек И рисую Сколько раз Кого нарисовали Ой, сколько раз Кого как проспанировали Получается Ну, не очень красивый график Потому что, во-первых Все наслаивается Рук на друга Во-вторых Все неупорядочено И посреди торчит Как какая-то палка Мы это можем перевернуть Если мы Просто будем использовать Спеллинг По оси Y Нет А, здесь есть функция CortClip Сейчас вроде Ввели то, что можно Давайте Я покажу То, что можно Делать Вот так вот Болон Но вот я имел ввиду Вот так вот Без CortFlip То есть теперь Можно просто Записать правильно Оси X и оси Y И тогда он правильно нарисует Раньше так не было но теперь наука дошла до таких высот. И кроме того, для неагрегированных данных используют JOMBAR. То есть вот здесь мы использовали JOMCALL, и у нас были две перемены, а именно значение и количество, которое у нас нужно отнести. То есть у нас было две перемены, раз и два. А есть JOMBAR, который используется для неагрегированных данных, то есть когда у нас один столбец, и мы не знаем, кого сколько, и он нам, соответственно, сам посчитает. Вот. И если мы это сделаем, то дальше я говорю и спеллинг, jplot и aesthetic correct, и считаю, сколько у нас каких-то героев, опять ничего не вижу, и использую chord flip. Можно его не использовать, можно было использовать по-другому. И вот мы видим, сколько у нас героев в нашем датасете. Их на самом деле не очень много, но беднягам действительно не повезло. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать человек. Больше всего они не повезло в МакКонахи. Вот, и, соответственно, ну, некоторая информация для вас, что неагрегированный вариант можно перевести в агрегированный, то есть, например, можно сказать, есть функция count, которая так делает. Мы берем, переводим diamonds, и после этого у нас получается агрегированный вариант, когда у нас есть fair, встретилось 1610 раз, good, встретилось 4906 раз и так далее. А агрегированный вариант можно перевести в неагрегированный обратно. То есть, например, у нас есть diamonds, count, cut. Тогда у нас получается вот эта табличка. И дальше есть функция onCount, которая берет и смотрит на значение, которое вы даете, и на его основании берет и раздробляет таблицу, как мы ее видим. То есть, теперь она повторила 1610 раз слово fair, потом 4906 раз слово good и так далее. Ну вот. Понятно ли пока? Так что вам важно понимать вот эту разницу между агрегированными и неагрегированными данными, потому что они по-разному бизуализируются. Вот. Дальше у меня была мысль про факторы. Это очень важная мысль. Поэтому, если вы можете напрячь свою внимательность, то славно было бы сделать ее сейчас, потому что это не банальная вещь, которая имеет смысл послушать. Дело в том, что начнем с проблемы. Проблема заключается в том, что вот мы нарисовали вот этот график, и он на самом деле некрасивый. Что вот кому не нравится, скажите? Ну, что они упорядочены действительно не по длине шкалу. Да. А как нам упорядочить? Нам получается нужно как-то... А как они сейчас упорядочены? Ну, по алфавиту, судя по всему, да, и по убыванию. Ну, да, да, да. Он считает от нуля, поэтому оно действительно по алфавиту. А, ну да, от нуля, да. По возрастанию дальше. Поэтому получается, что вот оно так считает. И это, конечно, неудачно. Но вот как нам сделать так, чтобы он делал не по алфавиту? Для этого придумали люди фактора в R. Фактор — это такая штука, которая позволяет нам задать уровни, которые будут потом, например, при визуализации соблюдаться. Это имеет смысл не только вот в нашем случае, когда мы хотим упорядочить по, например, возрастанию, но и просто иногда по логике хочется что-нибудь упорядочить. Например, если у нас есть график с месяцами, например, количество, не знаю, заразившихся ковидом по месяцам, то вряд ли вы хотите, чтобы все, как бы чтобы ваш график начинался с августа. Потому что август на А. И заканчивался январем, потому что январь на Я. Ну и даже не в таких очевидных, да, бывают неочевидные шкалы. Например, если вы делаете график, и там у вас есть уровень образования. У вас есть начальное, среднее, что там, высшее, да. В общем, если вы не хотите, чтобы высшее было первым, чтобы у вас было в графике высшее, начальное, среднее, то нужно использовать факторы, которые бы упорядочили эти штуки. В общем, факторы делаются при помощи функции фактор. Вы просто берете, даете туда какой-нибудь вектор, и он сразу же делает из него фактор. И отличается у него print, да. То есть, например, print вот здесь, вот видите, de chanel, видите, без кавычек, что необычно для... как это называется... character, сроковой переменной в r, она обычно в кавычках. Вот здесь она без кавычки перечисляется, и потом ей появляется всегда дополнительная штука, которая говорит, сколько у нас уровней. И вот он говорит, что если я использую фактор с correct, да, вот с correct, то у меня будет там 15 уровней, которые будут отвечать за de chanel, gale, fian, nakis, johanssen, видимо, и так далее. И он вот эти вот уровни как-то соблюдает. Всегда можно достать эту информацию про уровни, используя функцию levels, и можно ее как-нибудь изменить. Например, вы можете взять и переписать эту штуку, например, я хочу, чтобы был не как вот здесь по алфавиту, а наоборот. И тогда вот у меня... О боже. Шья малан, как это вообще? Ладно, давайте не буду выяснять. Ну, в общем, получается, что у меня все теперь начинается с этого героя, а заканчивается de chanel. Вот. Ну, конечно же, руками задавать уровни не очень интересно, особенно в контексте того, что, ну, вот как бы здесь, может быть, мы при большом желании еще можем что-то задать, но понятно, что вообще-то мы хотим упорядочить на основании значения, поэтому как бы каждый раз переписывать наши, ну, вот эти уровни, если там что-нибудь поменяется в наших данных, не очень хорошо. То есть мы в целом могли бы сделать вот так вот. Могли бы... А, еще тут сказано, вот это, собственно, кусочек для того, чтобы показать, что мы можем взять и прописать уровни руками. Вот так вот, списком. И здесь все отличается только тем, что я вынес МакКонахи вот в самый вперед. Получается, что он теперь последний. То есть все остальное по алфавиту, а МакКонахи последний. И вот теперь мы вот так вот получили нашу результат. Если мы потом это нарисуем, то получится вот так. Это не очень красиво, потому что нужно вот так перечислять, и если у нас там, не знаю, 100 уровней, то вот это мы точно не хотим делать. Поэтому есть такой пакет, который называется ForCats, где есть функция, которая встроена в Tidyverse, поэтому вам не нужно его включать отдельно. У него есть свой cheat sheet, но нас оттуда будет волновать функция fct от слова factor, reorder. И если вот мы берем, считаем, что у нас там есть, видим, что у нас там МакКонахи лидер по количеству неправильных произнесений, то мы можем дальше сказать следующее. Мы можем посчитать, и потом мы берем, у нас получается такая таблица correct и n, и мы дальше берем, вставляем ее в переменную factory order, correct, это переменная, которую мы меняем, n, это на основании, которую мы меняем, и дальше второй, вторым аргументом здесь является просто n, который будет числом, которое мы показываем по оси, ну, x в данном случае. Ну и делаем jump call и chord flip. Я потом, когда сделаю отдельный для вас сайт, я перепишу этот кусочек, потому что что-то меня раздражает, что тут все время в неправильном порядке. в общем, если мы это сделаем, то тогда у нас все будет хорошо, только вот здесь будет какая-то уродская надпись, которая с кодом, которая нам не нужна, но зато теперь у нас все упорядочено по возрастанию. Считаю, что теперь этот график просто отличный. Можно сделать... Кроме того, функцию в factory order можно добавить функцию, которая будет считаться на векторе. То есть, например, там мы брали и смотрели просто максимально, а на самом деле можно посчитать и построить по-среднему, и упорядочить по-среднему. Соответственно, дальше вот мы берем, получаем количество камней разной огранки, упорядоченной по средней цене. Достаточно бессмысленный график, но мы видим, что видимо идеальный премиум, очень хороший, хороший, достойный. В целом мы, наверное, это знали и без них, но в общем... Вот. А по оси Y у нас количество таких камней. То есть, мы видим, что идеальных камней очень много. Это странно вообще-то, я бы ждал. Возможно, там просто сделан фильтр, и самые дешевые камни просто их не очень много. Вот. Ну и здесь дальше комментарий, что вот в этом примере переменная кату порядочно по средней цене. И, естественно, вместо min можно использовать какую-нибудь другую функцию. Но помните там историю про обычные значения. Интересно, кстати, как эта штука будет с ними работать. Можно совмещать разные geoma, говорю я. Можно, например, взять и добавить после этого geoma, который мы... Мы берем опорядочеваем по возрастанию. Дальше можно после него еще добавить geoma.txt. Соответственно, я сюда добавил label равно n, который будет относиться к geoma.txt. И после этого он делает небольшое отклонение. И теперь у меня вот есть такой график. И теперь мы не только смотрим на упорядочное, но и можем смотреть на это значение. И дальше начинается... Вот вам история, которую я предлагаю вам сделать. То есть вот здесь вот есть задание, которое вы можете сделать. Здесь есть список подсказок. Там как-то надо на него ткнуть, и тогда... Ну, в общем, он будет с вами говорить. То есть там дальше будут дополнительные стрелочки, которые нужно ткнуть, чтобы у вас отобразилось все. Вот, так что я оставляю вас с этим заданием. Пишите теперь, не знаю, букву А в чат, когда справитесь. Чего нужно нажать F11. Или давайте не буду. Запись идет. Так, сначала нужно скачать, наверное, данные. Выглядят они как-то вот так вот. Дальше. А что нам нужно сделать? Подождите. Визуализируйте 30 самых частотных названий пабов в Великобритании. Ага, понятно. То есть у нас есть 41 тысяча названий. И нам нужно посчитать, сколько у нас названий. Однако они отсортированы все как-то по-дурацки. И это можно решить двумя способами. Можно решить вот так вот. И тогда они будут отсортированы правильно. Или же можно решить вот так вот. Range. N. Только минус N. Ну или вот так вот. Не знаю, как вас учили. Можно вот так вот добиться этого результата. Можно добиться этого результата вот так вот. Не знаю, какой вариант вам показывали. Оба. Но говорили, что минус не стоит. Да, мне тоже минус немножечко не нравится. Потому что он неэксплицитный. Человек, который потом читает этот код, не очень поймет. Особенно, если он не разбирается в R. В общем, но еще есть такой вариант. Соответственно, вот. Мы получили что-то такое. Потом мы делаем слайс. Что там, на сколько? 30, да, самых частотных. Значит, можно сказать 30. И после этого нарисовать. Да. Соответственно. Ой. Соответственно, ggplot, aesthetic, pubname, n, наоборот, n. Плюс geom.cold. Плюс geom.text. И он скажет, что у него нету этих самых. Так что мы добавим сюда label равно pubname. Нет, а нам нужно количество. Значит, нужно label не pubname, а n. Теперь нужно использовать вот этот вот параметр notch, который я не помню, как пишется. node gx, наверное, и, наверное, 5. Давайте 7. Давайте 8. И последнее, что нужно сделать, это сказать что-нибудь типа pubname равно factory order pubname.n. И теперь вроде все отсортировано и похоже, как на графике. Но только нужно добавить еще украшения типа labs. x равно ничему, y равно ничему, caption равно data from pudding.cold. Вот я считаю, что вот это вот код, которым можно было все это сделать, видите, как быстро. Давайте откроем. Можно обратно? Да, конечно. Можете, пожалуйста, я этот момент не сильно понял, объяснить всю строчку с mutate. Вот, она у меня как-то... Я не понял. Конечно. Давайте уберем ее. У нас все упорядочено по алфавиту. Сначала идет red lines, потом rosentrown, royal oak и так далее. Мы хотим сделать так, чтобы оно было отсортировано не по алфавиту, а по переменной n. Поэтому я использую следующее. Я говорю, пожалуйста, пускай мой pub name станет не переменный вектор, а она станет фактором. О факторе я хочу, чтобы... Я использую другую функцию, вот этот вот factor.reorder, который мы проходили только что, который говорит следующее. Дай мне в качестве первого аргумента то, что нужно упорядочить, а в качестве второго аргумента то, по какому числу нужно упорядочиться. Так как у нас data frame приходит, в нем только pub name и n, то идея примерно такая. Я хочу, чтобы pub name стал упорядочен по n. Поэтому после того, как мы это сделаем, у нас даже тип поменяется. Это наверху, вот здесь вот изменится. Раньше было, да, character, а теперь у нас, да, здесь вот, character. А теперь он поменялся, и теперь он fct, то есть фактор. Вот. И после этого, когда мы это поменяли, факторы будут отображаться в своем порядке. И вот этот свой порядок делает нашу картинку прекрасной. Понял, спасибо большое. А еще можете объяснить, по label? Я вот тут тоже не понял. label. Ага, конечно. Смотрите, label, ну, в целом можно его поменять и сделать вот так вот. aesthetic. Label равно n. Label это такая штука, которая относится к joem.txt или joem.label, и она отвечает за то, какой текст будет отображаться. joem.txt это альтернатива joem.point, да, давайте я выключу вот это и поставлю joem.point. если мы поставим joem.point, то это будет просто точки по оси, да, по оси x у нас будет n, по оси y у нас будет pub name. В результате мы берем и хотим вместо этого использовать joem.txt. И joem.txt нужно обязательно вот этот вот аргумент label, который приходит из data frame, и поэтому вот в данном случае мы используем вот то значение ну, да, n, которое у нас было, можем использовать другое какое-нибудь значение, например, pub names. Ой. И тогда он будет здесь писать, просто повторяет the red line, the red line, the royal oak, the royal oak. Вот эта вот переменная, она отвечает за то, что же у нас будет отображаться из data frame в качестве таких вот, ну, что у нас будет в качестве надписи. Вот. Понял. Спасибо большое. Все, теперь догнал. Хорошо, отлично. Мне кажется, сейчас настал тот момент, когда пора делать перерыв. Давайте тогда сделаем 10-минутный перерыв и в 20, ну, в 20.02 тогда начнем, продолжим, точнее, нашу пару. Вот. А я пока выключу запись. Давайте попробуем сделать вторую задачу. И я попробую. Так, это просто комбинация графиков, то я даже не очень помню, какая была моя идея. но давайте начнем с вот этого простого графика первой. Я просто сделаю сначала тибл, а можно использовать вот этот вот трибл, вот эту штуку. Возможно, у меня получится. Соответственно, нужно переменная month и переменная value. И у нас есть перемен значения апрель, май, июнь, июль. Это 6 значений, да, до сентября. апрель, май, июнь, август, сентябрь. Я что-то забыл. А, июль я забыл. Июль. И дальше нужно перечислить через запятую наши значения, да. Соответственно, 2, 12, 14, 8, 5 и 4. вроде у меня получилось в итоге это будет нашим датасетом дальше ну что нам нужно сделать во-первых нам нужно его упорядочить потому что сейчас он вроде будет упорядочен неправильно август будет первый потом будет апрель и все такое так что давайте сразу это сделаем mutate month равно factor month levels равно и дальше мы задаем а если бы я задавал через вектор мне было бы проще ну ладно соответственно нужно стереть все что меня а я посмотрел в хелпе есть в сети in order вот и я ее добавил просто в эстетику ggplot и он все как бы взял по порядку как в тибле это задается вау это звучит классно я попробую потом потом в этом разобраться вы сказали in order да 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 в сети подчеркивания да да прикольно это значит что можно сделать сонth и можно сделать так и в сети in order монос о вау отлично вы действительно это очень удобно классно что вы нашли эту функцию вот к чему ведет лень дальше мы говорим манс дальше велью дальше джон point и вот мы что-то построили джон line а возможно ему нужно типу групп что ли вам нужен групп видимо группу равно 1 и теперь нам нужно 2 2 . сайза сайс и куты color equal white и потом меняем их местами и получается красиво только давайте сделаем совесть не знаю 4 и еще и вот теперь а почему ты кстати не работает а потому что вот это должно быть здесь дальше поверку будет это потом буду вот это вот теперь красиво выглядит по моему соответственно вот этот трюк с точками которые как бы не доведены которые там сделаны можно достичь при помощи вот этого трюка а именно я хочу сначала линию потом белые точки которые размера больше дальше мои реальные точки результате получается что он как бы не доведен вот мы там дальше нужно построить все это раскрасить каким цветом да вроде вот этим цветом нужно раскрасить так теперь мы достигли высот почти только нужно делать чего убрать x убрать y добавить тайтл а я забыл подписи же но даже еще есть подписи сколько дел возбудили живом лейбл твой текст эстетик лейбл и к валью y нет как там дается ну y ну например 2 это видимо слишком много но видимо 0 5 хорошо так 06 на самом деле не так хорошо но и дальше начинается проблемам про которые мы уже обсуждали что-то он получается какой-то странного размера ну вот и и теперь осталось вот этот вот этот график да но он устроен примерно таким же образом только тонну другой джоу соответственно мы можем сделать то же самое можно вопрос вот по первому графику он же онлайн когда мы рисуем линию группа 1 это что мы делаем вот этим способом но вот это как раз видимо сложность вот здесь вот потому что если мы построим вот эту линию ответе она рисуется если мы ее берем он начнет ругаться и говорить что он не знает как соединить чё соединяет линиями поэтому он говорит что ему не хватает группировки то есть целом как бы это делается изначально для того чтобы можно было нарисовать очень много линий которые бы соответствовали разным каким-то штукам в нашем дата сети у нас линия 1 поэтому и мы просто ее должны задать в нашей вот этой вот группировки 1 и она просто фейковая сюда можно написать все что угодно все пока что все что угодно позже просто тогда надо вредитом кита дефисы вот можно писать все что угодно и она будет работать то есть ему нужно просто какое значение которое бы группировала их все вот надеюсь от этого стало понятно спасибо да кстати я если что я дисграфик поэтому если вы в моих материалах будете видеть какие-то ужасные ошибки в общем у меня большие проблемы с тем что то пишется знаете об этом возможно вы уже чем заметили в чате чего я не знал но в общем будет что же давайте построим второй график мне кажется с функцией которая мне сказал я только не запомнил кто нет это был лев это был лев да вот с функцией которые вы сказали это даже уже не так больно соответственно я могу сказать например да и что там у нас путин 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 общество силовики губернаторы путин общество судьи местные чиновники единая россия судьи местные чиновники единая россия я делаю трюк а именно я делаю строку так как я хочу чтобы сохранились кавычки то я все это обвожу одинарными кавычками кстати возможно это была какая-то проблема росатом что там еще конституция и депутаты единая россия всего два раза а я так усердно пишу там запятые вообще-то это нужно же делать небось а последний не нужно судьи губернаторы 3 общество 4 обед на ему путину досталось так теперь мы берем и говорим что мы хотим отсортировать обжект по обжекту блин какая офигенная функция там вообще очень много чего есть в этой вот в пакете пур и я просто вот не знаю всех глубин но я считаю что дальше можно уже рисовать даже не думая джи джи плота эстетик вэлью объект джон а вот здесь я поставил вместо пайпа плюс о нет ваша функция сыграл с нами злую шутку так так сейчас мы найдем так но у меня есть два есть тупой вариант все перевернуть да но он самый действенный похоже знаете что я даже сделаю этот трюк у нас 10 наблюдений правда тогда я просто думал сначала что нужно просто взять и не знаю копировать и вставлять и думал нет это не работает для меня и вот нашел такой вариант но чё там теперь нам нужно поменять цвет да но цвет мы уже видели как меняется все просто вот здесь вот и получается вот так вот только это фил я кстати не помню мы это обсуждали или нет вот очень важная разница дело в том что разные джи ум и у них иногда имеет смысл использовать color иногда имеет смысл использовать фил color как видите обводит в рамочку а фил заполняет и у некоторых джонов имеет смысл использовать одно а у некоторых другое в наших материалах мы это видели где но мы видели например про по где там у нас были цвета по по переменной вот здесь вот мы это видели я видимо это проскочил а это очень важно собственно вот разница между джоом текст и джоом лейбл заключается в том что джоом фил там есть заполнение внутренностей и поэтому и вот нужно использовать фил в данном случае он тогда сами буквы и и джи оставят и рамку оставят одним цветом а заполнит по какой-то переменной а если же мы запустим раскраску цветов раньше то например точки он будет раскрашивать при помощи color и вот это вот надо каждый раз про каждый джоом знать что там происходит чаще всего это не знаю вот еще у нас был вот такая вот штука розовая и здесь тоже был фил так что вот знаете что бывает такая проблема ну вот собственно теперь мы построили эти две штуки и вот как я предлагал вам их соединить похоже не как а похоже я вам не предлагал их соединить это отлично в целом это можно сделать просто вот несколько пакетов для того чтобы это сделать сейчас плюс тем бери вот а ну и там убрать можно всякие штуки типа labs икс равно и крик равно кто был объектом неуважения тайру капшин нет капшин равно данный виду задут его ну вот теперь красота вроде справились а еще мы забыли добавить подписи но это как-то я уже даже не знаю надо просто скопировать отсюда только у них другой но ну вот что такое все теперь готовы теперь мы копируем вот сюда и отправляем вам в телеграме чтобы у вас это осталось вот так вот и теперь мы справились двумя заданиями есть ли какие-то вопросы а шрифты мы тоже можем менять как какую как эстетику видимо в тексте да да можем если нам прям очень хочется если очень хочется то можно сейчас давайте вспомним как это делается возможно можно сделать вот так вот текст текст нет помни фэмили потому что фэмили фэмили ну давайте напишем вот так вот а работает круто да так ну то есть он поменял все кроме 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 вот этих вот подписи но их тоже можно поменять потом немножко да возможно даже вот я не помню как их поменять на важные я думаю что их тоже может поменять спитая текста что там еще есть и там аргументы что там очень много аргументов ну вот и ксению то есть как бы возможно и даже а вот нам перечисляет три точки в общем вот как ты можно просто я не помню как как именно вот те поменять легенда 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 в общем там очень много аргументов прям очень я думаю что легко глицу как это сделать да понял спасибо то есть при большом желании можно это сделать вот но возможно сделать делать шрифт засечками в качестве оформления графиков не лучшая идея для пример подойдет ну что же давайте тогда поедем дальше дальше я хотел рассказать но видимо про такие штуки мы собственно с вами смотрели разные ситуации то есть вот barplot он важен когда у нас есть одна ну какая-то категориальная переменная вообще что такое категория давайте немножко это обсудим я хочу разделять переменные на категориальные числовые как вы думаете что я имею ввиду строки числа может быть ну да там есть некоторые трюки потому что бывают сложные категории которые как бы строки но при этом у них есть на них определен порядок например образование типа который мы уже сегодня обсуждали высшая средняя и младшая да это как бы строка да но при этом нам нас не интересует алфавитный и порядок а нас интересует ну вот этот самый фактор в каком смысле вот я бы назвал такие переменные шкалы но действительно вот я бы хотел различать две такие переменные то что мы сегодня обсуждали это было две числовые переменные мы сначала обсуждали да у нас были графики россии не конечно там мы на них наносили еще какие-то переменные пример вот это вот в каком смысле числовая числовая и дальше какая-то категориальная которая про каждую точку но дальше мы обсуждали 1 числовая одна категориальная теперь мы приходим к следующему уровню когда у нас просто одна числовая. И один из таких случаев, это называется dotplot. Мы можем взять встроенный датасет mtcars и нарисовать для него то, что называется hist.dot, который как бы является то есть по оси x здесь отложены какие-то значения нашей переменной, а каждая точка является просто нашим наблюдением. Это не то, чтобы часто используемый график. Я почти никогда его не использую, но мне кажется его хорошо использовать для понимания того, что будет потом. Кто-то шумит, видимо лев. Давайте, да. Все в порядке. Соответственно, что мы можем еще к этому графику добавить? Я решил еще по дороге добавить jomrack. Он тоже бывает полезен, особенно если у нас много каких-то переменных или мы хотим показать их и распределение. То есть, представьте себе, что у нас есть три группы и дальше вот эти вот jomrack, вот такая вот от... Ну, представьте себе, ковер, и у него у ковра есть такие вот по границам такие веревочки, из которых он соткан. и вот это вот, видимо, оно и... Вот обозначает вот это. Это какой-то звук. Да, это у меня вопрос был. Я рук поднял. О, вау, классно. Да-да-да, давайте. Что такое метод в этом контексте? Да, хороший вопрос. Я, наверное, сейчас к этому перейду. Там есть несколько просто методов, которые позволяют его строить, и, по-моему, это станет очевидно не сейчас, а... А, не станет очевидно. Тогда это... Давайте я через какое-то время приду к этому вопросу. Это хороший вопрос. Понял. Хорошо, спасибо. Соответственно, у нас есть точки. У нас можно делать вот такие вот полосочки, которые отвечают просто за каждое наблюдение. То есть, вот здесь у нас два совпадших наблюдения, одна полоска. И вот мы таким образом можем смотреть. При этом у нас одно наблюдение, поэтому John Brack рисуется с двух сторон. Но если я скопирую и вставлю сюда и скажу, что я хочу MPG и там еще какую-нибудь переменную, например, какая там перемена... Вот это, по-моему, перемена числовая. то тогда он будет рисовать рак с двух сторон. И он будет таким образом мы можем понять, где какие наблюдения и чего там случается. И полезность этой штуки можно оценить, если мы сделаем color равно self. А, давайте сделаем фактором эту штуку. То есть, у нас там это количество цилиндров, но он считает его числовой переменой, поэтому раскрашивает градиентом. А я хочу, чтобы он в категории раскрасил. И вот теперь, когда я раскрасил это в какие-то категории, мы на самом деле понимаем, что и где, как пересекаются. То есть, мы видим, что, видимо, количество цилиндров хорошо влияет на скорость, по-моему, это мили на галлон топлива. То есть, это даже не скорость, это, сейчас, извините, это потребление. Расход. Расход. Вот, хорошее слово. Расход. Спасибо большое. Соответственно, мы видим, что вот количество цилиндров влияет на расход. То есть, чем больше, чем меньше у нас цилиндров, чем больше нас цилиндров тем нет чем меньше нас цилиндров тем больше у нас расход звучит я председал то что не забирать машинах вообще поэтому надеюсь что это звучит осмысленно но помните что эта машина типа какие-то очень древние типа начала века не такие же начала века видимо 1974 год но по этому графику я делаю вывод пример такой что красные четырехцилиндровые машины потребляют больше чем синие 8 цилиндровые а зеленые где-то посередине то есть видео вот это переменная как хорошо распределена а делает это я даже не помню что за переменная это боже вообще не понимаю это типа количество вращений что ли нет что не знаю в общем что вот эта переменная особенно на распределение не влияет а синий как ниже видимо но стремятся быть ниже крат но при этом красные зеленые как-то перемешаны вот здесь вот и синих малого так что видимо 4 цилиндровые наши машины еще и но не очень как-то различима под эти перемены ну во всем так и такая вот штука полезная особенно когда у нас мало переменных это в не особого смысла нет но когда у них очень много то это позволяет что-то понять то есть представьте себе что у нас там не знаю все заполнено мы не очень хорошо разбираем что у нас происходит на графике до этих точек они все друг на друг накладываются там не знаю представьте себе какой не знаю ну дайвинг в котором просто очень много да и тогда мы хотим чем мы хотим рисовать ну например color и кат и пройдите нет даже за по и плохие все прайс по оси y по оси этой какой переменной использовать у меня еще немножко сломался фильтр почему-то он не подсказывает цена и давайте вот это вроде числовая а количество карат собственно вот хорошие перемены соответственно что не такое ой я пошутил мы давайте color пока по по огранке посмотрим можем ли мы что-нибудь осмысленное понять нет похоже не можем но в общем в такого в такой именно ситуации когда у нас очень много значений все друг на друга наслаивается вот такая штука может что-то сказать есть например мы видим что fire распределенного как-то вот вокруг одного карата в нашей штуке прям очень много при этом вот здесь вот тут как будто бы все вообще разница особо никакой нету все перемешано все зеленые желтые но возможно эта проблема вот этой вот палетки не очень тут разные зеленые разные в общем не очень хорошо видно разница вот но в общем вот это позволяет что-то понять когда у нас вот много таких наблюдений ох знаете просто задавайте вопрос естественно можно как-то эту палетку поменять на то есть может быть есть стандарты потому что словно мне вот желтый зеленый оранжевый не очень хорошо видно да конечно можно поменять я так не помню как сейчас я попробую подумать дискрит по-моему вот здесь вот да возможно могу просто сказать вот здесь вот оранж black red green и теперь овал пошло что-то совсем не так а потому что скорее всего я здесь намудрил дала вам а почему здесь такие дурацкие примеры там там по-моему там надо сказать что такое нет ведь мне так сейчас а вот возможно я вспомнил возможно надо сделать вот так а сколько там было значений раз два три четыре пять вроде все правильно да раз два три четыре пять а чем мне нравится когда эксплицитно сказать этот аргумент что он и наконец то в общем вот поменяли это заняло какое-то время но это не самая удачная палитра но в общем на самом деле вар там очень много про палитры думали и ваня умеет хорошо про это рассказывать может мы запишем про это воскресный скринкаст идея была пример такая что во первых там есть разные типы дельтонизма и собственно под разные типы дельтонизма там написаны пойду написаны пакеты которые подбирают в зависимости от количества категорий они подбирают соответствующие цвета которые в том числе для большинства типов дельтонизма подойдут смысле будут различимы даже если у человека дельтонизм вот так что проект прямо много подумали но там право палитры там недавно придумали еще какие-то прикольные штуки то есть типа можно сделать палитры как-то мне на каких-то картинах и там специально про это делали то есть есть какая-то палитра который прям ассоциируется с разными известными произведениями искусства и получается что как бы она берет палитру оттуда но я не помню недавно кидали чат я не очень хорошо помню в общем вот что я хотел рассказать собственно что можно использовать вот это джон тот плод у него есть несколько методов давайте вот так вы есть несколько методов один из них это до дэнсити а другой это хист час про методы проще почитать вот здесь вот дело в том что если мы используем до дэнсити то тогда он пытается даже в нашем случае еще небось это не будет различаться вот это неудачно а нет немножко различается в общем в одном случае он пытается сделать что-то типа не 100 грамм и таким образом он берет и членит все на какие-то промежутки одинаковые и дальше рисует точки на этих одинаковых промежутках и поэтому одно на это влияет как бы вот эти две точки они будут рядом или они будут находиться друг на друге это зависит от грубо говоря такой вот границы которые мы сдадим другой другой вариант он скорее про функцию плотности это другой алгоритм который смотрит на ну работает по-другому немножко и и он смотрит скорее он пытается оценить типа где плотнее точки встречаются реальные значения и соответственно он пытается отобразить как бы распределение этих точек это мне немножко сложно говорить и сложно описывать словами потому что дальше мы как бы самом деле в каком смысле придем к этому я использую his dot потому что потом ну как бы вот это вот это на самом деле пример который хорошо это покажет давайте я покажу если мы нарисуем вот это то тогда он будет рисовать а вы возможно плохо видите но здесь вот нижняя точка синяя нижняя точка синяя вот это вот а это верхняя . зеленая я не знаю насколько это удачно подобран цвета может быть если среди вас есть люди с дельтонизмом то они их не очень хорошо различают ну в общем вот две точки а если же мы поменяем это надо дэнсити я подозреваю что они будут рядом да вот они как бы будут похожие значения они будут не накладывать друг на друга а они будут как бы ставить их рядом и получится вот такой вот как бы наслая не хотят показать вот таким вот такой вот штукой что вот это очень похожие значения но они находятся рядом то есть друг на друга могут прыгать только одинаковые значения так что вот чем будут различаться вот эти методы давайте я еще раз покажу вот один метод который скорее про ячейки и больше должен быть похож на гистограмму а вот второй который позволяет прыгать друг на друга только одинаковым значением то есть вот здесь вот например 2 2 2 синие точки в результате он прыгает друг на друга здесь они распределены и зеленый может прыгнуть на синий потому что зеленые синие значение похоже а здесь это отображается тем что они находятся в пространстве рядом вот надеюсь я ответил на этот вопрос вот я хочу вас помучить еще минут десять потому что я на это время опоздал и тогда потом вас освобожу вот соответственно вот есть у нас наши вот эти вот his dot и и получается что здесь написано как видно на графике одна синяя точка попала под одну зеленую значит они имеют общее наблюдение это не совсем правда это значит они поход имеют сходное наблюдение да то есть мы пытаемся не отобразить как бы конкретное значение каждой штуки а сделать какое-то обобщение поэтому если у нас похожие наблюдение которые мало различаются они будут прыгать друг на друга естественным обобщением вот такой штуки называется гистограмма и мы можем сделать это ну и собственно идея была примерно такая что если мы начнем анализировать даймонд 100 мы ничего осмысленного с хистоплот с этой штукой не сделаем кроме возможно какой-то зрительный визуальной иллюзии то есть не знаю у меня кстати как это прикольно работает сейчас не начинает работать прикольно у меня начинает работать как в этих штуках у меня были в детстве я забыл как называется когда такие похожие картинки и нужно приближать к носу и ты если отдали магические квадраты как называлась да 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 вот у меня была такая объект был да 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 вот я начинаю такое видимо в общем если вы не хотите такое получить на вашем графике то когда у вас много точек имеет смысл иметь не точки а гистограммы гистограмма берет и делит да вот у нас есть цены и дальше мы смотрим как распределены цены в нашем датсете по по про бриллианты но и мы видим что там сколько то стоит там не знаю самый дешевых много и дальше они растут самых дорогих мало и все вот это мы видим и мы не хотим чтобы за каждое наблюдение отвечал конкретная точка и мы поэтому используем гистограмму которая по оси y нам позволяет посмотреть что вот здесь вот даже больше чем десять тысяч да это значит больше чем где-то в районе восьми тысяч у нас вот этот верхушка и это понял потому что 10 и и опять между ними снимки половины значит что он ходит по две с половиной одно вот это выделениеple 7 х половиной значит здесь 12 половиной здесь 13 с половиной я правильно понял на не правильно посчитал вот 13 с половиной в этого значения дальше здесь что то происходит и идея гистограммы заключается в том что вы берет ну как то рандомно назначаем но не очень рандомно но как-то равномерно все делим на Одинаковые коробочки, в которых складываем наше наблюдение. В результате, если у нас наблюдение находится от такого-то значения по такое-то значение, то столбик гистограммы растет. Блалам. И это можно обсудить на, собственно... Зачем-то я здесь показываю предыдущий пример. Но идея такая, что здесь у нас два наблюдения. Вот палочка растет на два. И таким образом получается, что гистограммы это тот же самый dotplot, только вместо точек у нас растут вот такие вот палки. И разница невелика, но только точки будут давать странный эффект, даже если мы их уменьшим. Нам не очень хочется смотреть на вот такую вот большую кучу точек. Это будет не очень видно, поэтому все рисуют в виде вот таких вот палок. Вот. Кроме того, мы вообще-то можем поменять. Ширину... То есть, насколько мы бьем вот этих вот ячеек... Вот здесь у нас разбито на сколько-то, например, на 30, да? А вот здесь мы можем разбить на 100. И тогда у нас получится, что у нас похожие значения будет совсем мало, да? И они разобьются уже будет один, только значение 1 и только точка 2. Можем сделать 5 значений, и тогда те же самые данные, которые мы обсуждали, да, разобьются всего на 1, 2, 3, 4, 5 значений. Возможно, вам не очень хочется брать на себя ответственность, и тогда вы можете использовать функции N-class, Sturges и N-class-scot и N-class-fd. И какой-то из них, это три алгоритма, которые позволяют выбрать количество столбиков в нашей гистограмме. Если мы применим это к нашим машинам, то получится вот так вот. То есть для класс, ну вот этот вот метод Friedman-Diaconis предложил 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Ну и вы можете сами понять, какое используется для ириса. Наверное, сейчас я не очень хочу, чтобы вы делали это задание, потому что оно не очень важное. Предлагаю всем сделать дом и обсудить в следующий раз. Кроме того, в этом типе графиков можно раскрашивать на основании другой переменной. Соответственно, вот, например, переменная про... Ну, вот, у нас датсет про ирисы. И, соответственно, вот мы можем раскрасить гистограмму на основании вида ирисов. И у нас получится вот такой график. Вот гистограмма одних ирисов, вот гистограмма других. Вот здесь они пересекаются, вот гистограмма третьих ирисов. Вот. И, видимо, на этом месте можно продолжить, а можно остановиться. Не знаю. Давайте... Ну, не знаю. Нечего бежать, давайте доставим это на следующий раз тогда. Есть ли у кого-то вопросы? Да, вроде все понятно было. Отлично. Тогда в следующий раз мы встречаемся через две недели. Надеюсь, мы обсудим, как... Но, в общем, вот. Надеюсь. Что, что? Надеюсь, очно. Да, ну, просто понимаете, как это было устроено. Получилось там шесть голосов заочно, и один из них мой. Поэтому, как бы, это на самом деле было пять голосов против шестнадцати, и это прям совсем мало. Но я могу пренебречь количеством и вообще перестать устраивать демократию в следующий раз, и устроить как-то по-другому. Не знаю. Я еще подумаю. Но, может, еще у нас еще все изменится. В общем, я бы не загадывал так далеко. Можно единственная просьба, если у нас что-то поменяется, но не в понедельник, вот, когда у нас будет пара. Ну, заранее при возможности это решить, чтобы двигаться. Да, 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 да. Это, конечно, здесь моя вина. Я абсолютно с вами согласен, и абсолютно бессмысленно пытаться устраивать голосование в понедельник. Это очень плохая идея. Я с вами согласен. Спасибо. Вот, тогда получается все. Я выложу это на YouTube и пришлю ссылку. Будьте здоровы, пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо вам. Взаимно. До свидания. Спасибо большое.